Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Неформат» и я, ее ведущий, Багас Михаил. Буквально через 9-10 дней мы узнаем, каков же будет состав нового законодательного органа и кто именно сядет в кресло депутатов на ближайшие 4 года. Конкуренты всеми средствами пытаются добраться до заветных мандатов с помощью то громких призывов и обещаний, то взаимных обвинений и компроматов. Но, в принципе, каких-то неожиданностей в этом плане уходящая неделя нам так и не принесла. Ждать ли их на следующей неделе? Поговорим сегодня об этом, а также о молодежи в политике и, в принципе, о ситуации на политической арене страны с гостями нашей студии, кандидатом депутата от блока «Бег» с Никитой Цурканом. Добрый день! Здравствуйте! От партии «Платформа» до 1.0.1 задерживается будет через 10, и от партии «Силы народа» Русланом Кадряновым. Добрый вечер! Господа, ваше видение и мнение о текущей ситуации, о текущей избирательной кампании, как она проходит, ваши ожидания или, может, разочарования? Кто? Господин Багас представил, как и о молодежи в политике. Да, я на самом деле очень рад, что сегодня, вот еще Дина к нам присоединился, что сегодня три представителя молодежи, три представителя политического класса, нового, по крайней мере, которого нам очень много все-все-все обещают, и я очень рад, что сегодня мы в таком составе. И вот на ваш молодежный взгляд, или политика по молодежи, как на ваш взгляд сегодняшняя текущая ситуация? Она протекает в нормальном русле, либо были какие-то другие ожидания? Ну, я не знаю, на самом деле, как можно назвать текущую ситуацию, в которой наша страна живет на сегодняшний день, нормальной. У нас есть огромное количество проблем, и с годами они, к сожалению, только накапливаются, и становится их все больше и больше. Тут куда ни ткни. У нас везде есть проблемы, это нужно признавать. История, с которой мы, скажем так, история стабильности, с которой мы выходили там с 2001 по 2008 год, когда и инвестиции были, и пенсии не индексировались, а росли, и зарплаты. Та же самая была история с ними связана, что тоже был рост, и открывались новые рабочие места, предприятия начали открываться, вкладывать начали в экономику, и люди перестали жить сегодняшним днем и смотрели уже, могли планировать какие-то вещи. И была в первую очередь политическая стабильность. От этих времен мы, к сожалению, отошли очень сильно. И вот у нас, начиная с 2009 года, произошла ситуация, когда у нас чуть ли не каждый год-два у нас какие-то выборы очередные, каждый раз люди рассказывают друг другу, в первую очередь в политическом классе, и людям, когда выходят, рассказывают о том, что что-то изменится, голосуют из нас, мы обязательно все изменим. А по факту ситуация только становится хуже и хуже, и последние, особенно года два, даже, наверное, три. Дошло, когда пик был в 2019 году, когда мы все знаем было, как нас сейчас любят называть, это революция послов, революция дипломатов, очень часто это сейчас применяют. Сумели переломить тогда ход событий, связанным с плохотником, с тем, что отошли от олигархического режима и начали жить немного по-другому. И, как мы видим, что это немного по-другому тоже нас завело где-то, наверное, в начальную точку. Ситуация, опять же говорю, пандемия наложила свой отпечаток на это у нас огромная засуха. Вообще, прошлый год был очень тяжелый. Те люди, которые говорят о том, что ничего не было сделано, на самом деле, за прошлый год усилиями, по крайней мере, там и фракции, и партии социалистов по ламить, и на местах в примариях, и частично в правительстве, вещи, которые мы делали, делали через... Не могу я с точки зрения того, что не всегда хватало бюджетных средств, но их находили, и все равно, и медикам повышали зарплату. То есть даже в плохой год, как это можно так назвать, можно нельзя пандемией... Худше, наверное, за последние десятилетия. За последние десятилетия точно. И аграриям помогали, и насколько могли, и медикам, и этим людям отдельно огромная благодарность. Многие из них ценой своей жизни вытаскивали других из этой ужасной ковидной ситуации, критической в многих случаях. Смотрите, надо смотреть с оптимизмом. Ближайшее обозримое будущее. Мы, по крайней мере, знаем, что мы предлагаем. Я говорю про наш блог. Мы знаем, с чем мы идем, и мы знаем, откуда находить средства, и каким образом, на что их направлять, для того, чтобы мы смогли в ближайшем несколько лет исправить ситуацию и пойти в рост. Мы не рассказываем популистские какие-то истории, что мы за все хорошее против всего плохого. Мы признаем, что есть ошибки. Их надо исправлять, надо на них учиться. Иногда бывает, такой ценой надо получать какое-то внутреннее самообразование. Но есть к чему стремиться. Мы знаем, как сделать вещи, в первую очередь, если мы говорим о молодежи, для молодежи, для IT-сектора, для социалки и для образования. Это то передаю в начале. Вы... Это не первая ваша избирательная кампания, в которой вы участвуете, но первая... На национальном уровне первая. Я имею в виду, что как вы персонально не в первую участвуете, но как председатель партии вы участвуете первый раз. На ваш взгляд, сегодняшний процесс, да, вот избирательная кампания, она проходит правильно или есть какие-то опять, не знаю, ущемления в адрес маленьких партий, либо новых партий? В процессе предвыборной кампании я не могу сказать, что были какие-то явные ущемления, но в процессе создания партии, да, были ущемления, были очень много бюрократических... В Виргуле. Запятых. Запятых. Препонов. Очень много препонов, чтобы создать партию. Я могу сказать по сравнению, потому что нас держали до последнего дня, который приведет закон для регистрации. Другие партии были зарегистрированы за день. То есть сегодня был конгресс, завтра они уже зарегистрированы в агенте Сервичи и Публичи. Если сравнивать, то да, нам было чуть труднее, потому что мы идем, мы тем же принципом идем, что законы для всех писаны, и те же законы должны функционировать равными шансами для всех. Мы молодая компания, молодая партия, созданная 18 марта. То, что поменяли законы, не надо было 4 тысячи подписей и создавать организации в 18 районах, сделало легче для нас работу по созданию партии, особенно если принимаем во внимание наши маленькие финансовые ресурсы и основы больше на внутренних донациях от нас, от членов партии. Процесс красивый. Мне всегда нравилось создавать что-то, создавать команду и работать с хорошими людьми. И сейчас в предвыборной кампании до сих пор, вот мы получаем еще телефоны от людей, которые до сих пор не слышали о партии «Сила народа». У нас не было поддержки массовых информаций, информационных каналов. Все держалось на волонтеризме и на работе наших людей. И в тех регионах, где у нас есть люди новые, в основном это Кишинев. Ну хорошо, а вот ваша оценка как нового игрока, да? То есть нынешняя избирательная кампания в сравнении с прошлыми, не кажется ли она вам немного какой-то скучной, чересчур спокойной? Мы очень хорошо понимаем, что битва идет между двумя большими партиями сейчас. Маленькие партии, они менее видны. Но если спросить меня, как Руслана Кадряна, то да, я ожидал более жесткой борьбы на всех уровнях. И больше ожидал, может, это мое наивное мнение, потому что это первый раз, когда мы участвуем в национальной предвыборной кампании. Я до сих пор участвовал только на муниципальном уровне. Ожидал больше, чтобы было дебатов, основываясь на реальных проблемах людей, и меньше геополитики. И мы идем и с этим, с этим мессажем к людям, что 30 лет говорилось о геополитике, о языках, о всем, что угодно, но меньше говорилось о реальных проблемах людей, о детях, у которых не было возможности обучаться в пандемии, о вырубке леса, о засухе Днестра, о росте виоленцев, фамилии насилия в семье. Это реальные проблемы, о которых мы стараемся разговаривать в этой предвыборной кампании, на которых у нас есть и вопросы, и ответы как решение. А если вернуться к тому вопросу, что господин Цуркан, господин Кадрянов говорит, что битва сейчас происходит между двумя монстрами нашей политики, между блоком социалистов-коммунистов и партией ПАС. Возможен ли после избрания парламента, потому что некоторые говорят, что в парламент попадет две партии, а некоторые говорят, что четыре партии. Некоторые говорят, что три. Некоторые говорят, что три. Ну, максимальное число сегодня, говорится, до четырех. Возможно ли перемирие между ПАСом и блоком БЕКС после выборов? Слушайте, мы придерживаемся всегда истории, если это можно так назвать, и вообще политической такой парадигмы. Никогда не говори никогда. И если мы найдем какие-то точки соприкосновения, мы никогда не сжигаем мосты. И много раз говорили, и когда в ходе этого парламента, который уже вот-вот закончится, мандат у него, и у нас была коалиция с блоком АКУМ, мы работали. Но при этом ваши оппоненты обвиняют, что вы ее и разрушили. Ну, тут еще надо определиться, кто разрушил ее. Кто-то уперся, кому-то была важна очень сильно реформа, или так называемая в кавычках, и кресло генпрокурора. И от этого все начало скакать. Было очень многое. Мы не диаметрально противоположная партия. Надо понимать. И с точки зрения геополитической, и в принципе политической. У нас не совсем одинаковое видение развития государства. Здесь очень спорный вопрос, потому что ПАС последнее время выходила с инициативами более социалистическими, то есть с поднятием пенсии, с поднятием заработной платы. Я бы не сказал, что это не социалистические. Эта история связана с популизмом. Они не вспоминали, когда была премьер-министра Майя Санду, почему-то они не вспоминали истории, что надо повышать пенсии. И когда мы предлагали, приходили с инициативами о том, что надо повысить пенсию, надо снизить возраст пенсионный. Всегда было у нас, нам ответом было, что на это нет денег, это не надо сейчас, это сейчас тяжело, нет денег, нет денег, нет денег, нет денег, нет денег. Когда они пришли с правительством в этом году, кандидат в премьеры пришел, начали рассказывать нам истории, связанные с тем, что надо до 500 евро повысить пенсии, сначала до уровня минимальной заработной платы, потом до 500 евро в течение двух лет. Это все хорошо звучит на практике. То есть один вопрос, откуда вы возьмете деньги? Нас не интересует, насколько вы это будете повышать. Можно сказать сейчас, что завтра будет за зарплата 1000 евро минимум. Окей, хорошо звучит, сладко звучит, но покажите, откуда вы это возьмете. Сначала распишите все, как это выходит, а потом приходите с лозунгами. Но опять же не факт, что то, что написано на бумаге, можно воплотить в жизнь. А разве БЕКС не обещает повысить пенсии? Пенсии обещают все повысить. Мы говорим о том, что мы знаем, как это сделать, каким образом вывести. У нас есть проблемы с пенсией не только в ее финансовом эквиваленте. У нас есть проблемы с пенсией, начиная от того, что у нас людей разделили на пенсионные, те, кто вышли на пенсию до 1999 года, и те, кто вышли на пенсию после 1999 года. Это есть колоссальный разрыв. Некоторые люди работали, тут люди, которые нас смотрят, если есть часть из них пенсионеров, я думаю, они слышали как минимум у меня один раз историю о том, что человек работал 40 лет и получает пенсию ниже, чем человек, который вышел условно в 2004 году на пенсию. И он не работал при этом, работал 5-7 лет. И он получает пенсию выше, чем человек, который отдал большую часть своей жизни этому государству. Опять же говорю, у нас есть проблемы не только финансового характера. Они связаны не только с деньгами. Для того, чтобы давать, государство должно давать пенсии, оно должно эти деньги откуда-то получать. Сейчас у нас есть проблема с тем, чтобы государство откуда-то эти деньги получало. Потому что люди, большие компании, какие-то игроки, которые хотят приходить на наш рынок, они не могут на него зайти, потому что они хотят политической стабильности. Многие из этих... У нас был российско-молдавский форум, то есть молдавско-российский форум. Два раза он был. Он был в Кишиневе. И люди, которые, главы предприятий, приезжали сюда бизнесмены, они говорили, нет проблем, мы будем вкладывать в экономику, только дайте нам политическую стабильность. Мы хотим понимать, что если завтра мы откроем здесь предприятие, вложим деньги, мы наймем рабочих, что нас не придут, послезавтра и закроют, скажут, что вы не можете отправлять какой-то товар в Россию. Все связано с этим. Я... Один маленький вопрос только хочу задать, который я в общении со многими бизнесами не слышал ни одного бизнесмена, ни одного предприятия, которое было укомплектовано на 100%. И каждый раз, когда я слышу вопросы о том, что придут большие инвестиции, здесь построят заводы, здесь откроем фермы, не знаю, все что угодно, любое направление бизнеса, у меня всегда появляется вопрос, а кто там будет работать? Людей нету. У нас... У меня на прошлой передаче были фермеры, которые говорят, мы платим сегодня 4 лея за килограмм сбора черешни, и мы не можем найти людей. Мы уходим здесь, опускаемся на уровень... Ну, не опускаемся, мы отходим в сторону от проблемы с рабочими местами. Это все начинается, на самом деле, с образования. Это то, о чем я говорил в начале. Когда мы выпускаем, сейчас ничего личного, ни одному из тех, кто нас смотрит и здесь сидячим точно, но когда у нас идут учиться люди после школы, после 12 класса, идут учиться поголовно на менеджерах, поголовно на юристов, поголовно на, там, я не знаю, какое еще, на журналистику, и из этих людей по профессии работает, из 100% работает по профессии 10, а остальные идут для того, чтобы получать просто высшее образование. Это проблема. И эту проблему создали не сами люди, которые учатся, а эту проблему создало государство через много лет вело к этому. Я говорю, там, начиная с 2009-го, это точно, потому что люди, когда приходят в университеты, они не понимают, что они хотят, они не понимают, что они будут делать дальше. Я, когда поступал в университет, я понимал, куда я иду, я понимал, что я хочу, я понимал, где я буду работать. И у меня было все расписано, и люди, которые у нас не попадали под критерии, их просто не брали в университет, или им объясняли, что на вступительном этапе, что ты не совсем подходишь сюда. Люди, когда они идут, заканчивают университет, они не могут найти здесь работу, потому что каждый у нас сейчас хочет работу минимум, Люди не идут. Людям проще, видимо, тоже не от хорошей жизни уехать и работать где-то за границей, где они знают точно, что им платят. Опять же, здесь я бы не сказал, что здесь на 100% виноваты государство или на 100% виноваты люди. Это ситуация, в которой мы сейчас находимся. И поэтому много раз я лично говорил о том, что надо в школах вводить профориентацию для того, чтобы ребенок в восьмом классе ему объясняли, по крайней мере, что вот это, например, IT, ты можешь делать раз-два-три, вот это, например, инженерия, ты можешь делать три-четыре-пять. И тогда ребенок понимает, какие перспективы у него открываются, когда он поступает в реальный гуманитарный класс, он после университета, после школы понимает, куда надо идти учиться. И все же, если вернуться к вопросу, вы не исключаете возможность в случае такой необходимости создания блока с ПАС. Мы не сжигаем мосты. Парламентского большинства, давайте скажем. Еще раз, мы не сжигали мосты, мы всегда говорили о том, что мы готовы и открыты к диалогу. Каким образом будет открыта к диалогу ПАС на сегодняшний день, мы не знаем. Завтра ситуация может у них измениться. Бывало и такое у них тоже. Господин Катериан, вы бывший чиновник, сталкивались с разными людьми. В премарии работают больше 20 тысяч человек, и вы могли абсолютно прямо видеть качество тех людей, которые работают на разных должностях. На ваш взгляд, сегодня некоторые опросы показали, что ПАС возьмет парламентское большинство и сможет сформировать правительство. Есть у нас такой запас хороших людей, чтобы, скажем, в течение полугода правительство ПАС смогло заменить все руководящие должности, всех вице. Я не говорю только о министерствах, а и о предприятиях, и о агентствах. На ваш взгляд, мы можем такой сделать скачок, или вернее ПАС сможет сделать такой скачок, не привлекая старые кадры? Сама цель заменить. Спасибо за вопрос. Я не буду говорить от имени ПАС или давать какую-то характеристику. Как бывший госслужащий, работая с 2003 года, всегда была проблема хороших кадров. И при коммунистах, и при социалистах, и при филате, и при плахотнике, везде была проблема кадров. Были хорошие 30% людей, которые работали на государство или на предприятие, и 70% людей, которые просто тащили бумагу с одного стола на другой стол. Если ставится вопрос, что политическая партия, которая придет, любая партия, или альянс какой-то, и опять же будет ставиться вопрос, что всех выгоняем. Об этом, по крайней мере, так заявляют. Всех выгоняем, и приходят новые люди, то это невозможно, это неправильно, это вообще незаконно. Но я через это проходил в 2009 году, когда пришли филатовцы, да, филат пришел. Все хорошие люди ушли, пришла новая команда, которой два года им нужно было понять вообще, куда они пришли и что они должны делать. Потом опять выборы, потом другие. Есть позиции, есть функции, до которых не должны никогда не доходить, чтобы заменять. И не должен быть политический принцип, то есть замена людей не должен основываться на политическом принципе. Есть госслужащие, которые, независимо какая партия руководит, они госслужащие, они должны там остаться. То есть это будет мой вопрос. Но я не думаю, что ни у одной партии сегодня нет возможности, как почитайте, способности заменить всех госслужащих. И это будет очень неправильный подход. Очень неправильный подход. Потому что, если вы посмотрите на программу всех партий, все говорят, деполитизация административных институтов, деполитизация органов власти, деполитизация прокуратуры и так далее. Потом, когда приходят, всех меняют. То есть, в принципе... Ну, я бы сказал, что не всех меняют. Большинство меняют, госслужащие меняют просто партийные билеты. Или так. Они были в одной партии, стали другой. Они почему меняют партийные билеты? Госслужащие, тот же начальник управления. Он должен там работать. У него есть опыт. Государство в него вложило какие-то инвестиции. Он был на каких-то тренингах, он был на каких-то семинарах. Его к чему-то обучали. Приходит какой-то министр от любой партии и говорит, «Все, с сегодняшнего дня ты будешь в либеральной партии». Нельзя так. Это неправильно. Потом ты с этого начальника управления ничего не спросишь. Просто ничего не спросишь. К сожалению, можно или нельзя, но у нас это происходит. К нам присоединился Дина Плангов. Дина, добрый вечер. Добрый вечер. Прошу прощения за опознание. Я в начале передачи сказал, что мне очень приятно, что сегодня мы сидим за столом молодое поколение политиков. И надеюсь, что в будущем, несмотря ни на какие результаты, вы все продолжите свою деятельность. Потому что должно как нехватка кадров в любой отрасли, так и нехватка кадров и в политической. И, Дина, задам тебе сразу же вопрос в продолжение. Ваши бывшие друзья или нынешние друзья, коллеги Спаса заявляют, что как только они придут к власти, они возьмут единоличное большинство, они заменят сразу же всех. То есть вот всех чиновников поменяют на хороших. На твой взгляд, это возможно сделать? Ну, наверное, это будет очень трудно. А потом есть и другой принцип. Есть очень хорошие и порядочные люди в госслужбах, которые выполняют свою работу достаточно хорошо. Не знаю, зачем их менять. У нас другой принцип партии, которую я представляю. Мы видим, что необходима какая-то иллюстрация в юстиции. Там есть очень хорошие люди. Мы видели, там очень много молодых ребят и в прокуратуре, и в суде молодые, и в полиции, если говорим, и другие инстанции, которые занимаются правоохранительными органами. Но, конечно, есть каста и прокуроры, и судей, которые нужно менять. Мы видим, что творится. У нас есть очень много дел, громких дел. Кража миллиарда, аэропорт. Очень много краж огромных было сделано в Молдовике, и никто ничего не делает по этому поводу. Никто не сидит в тюрьме. Это неправильно. Нужно менять тех, кто должен наказать людей, которые все это сделали. И, конечно, иллюстрация в юстиции необходима. Но это не означает, что если есть полицейский, судья, прокурор, человек, который работает в Национальном центре антикоррупции, который сделал хорошее дело, нужно его менять. Нужно поощрять людей, которые сделали свою работу хорошо, а тех, кто не делает работу, конечно, нужно выгонять. Некоторые из них не только выгонять, но и они должны сидеть в тюрьме. Потому что все знают про коррупцию в правоохранительных органах. Смотришь, у него зарплата 9 тысяч лей, а дом за 11 миллионов. Или ездит на Porsche за 11 тысяч лей. Это неправильно. За 5, по-моему, было. Самый дешевый был за 5 тысяч лей. Это неправильно, конечно. Дина, но все же, если говорить о какой-то реальной реформе. Потому что с 2009 года, на моей памяти, исключаем период Воронину, с 2009 года, все, что ты сейчас сказал, это постоянно говорилось. Что нужно посадить судей, нужно сделать реформу юстиции, надо поднять зарплаты, надо поднять пенсии. Сегодня уже 2021 год. 12 лет. Мы с вами живем только в этих обещаниях. И мы так и не увидели ни зарплаты в 500 евро и пенсии. Мы не увидели какого-то разоблачения вот этих вот каст судей и прокуроров. Почему избиратель должен поверить, что завтра это поменяется? Очень важна политическая воля для того, чтобы все это сделать. Вот в 2019 году у нас был один генпрокурор, которым кража миллиарда была в 2014-2015 году. Был один генпрокурор, который ничего не делал. Конечно, очень многое зависит от людей, которые поставлены в руководство этих институтов. В 2019 году пришел на очень короткое время один молодой генпрокурор. Его звали Дмитрию Робу. Он начал, восстановил. Мы видели аресты, мы видели, как снимались иммунитет с депутатов. Мы видели, что что-то делается в правоохранительных органах. Потом нас быстро поменяли. И сейчас что? Тишина. Никто ни за что не отвечает. Самая главная проблема у нас в стране, в правоохранительных органах, это сентимент деимпунитати. Это безнаказанность чиновников. Они знают, если, знаете, есть такой фильм «Вадзинский Петербург». В том фильме есть такая цитата. Если крадешь мало, тебе ничего не будет. Если крадешь... Наоборот, если крадешь мало, украдешь курицу, тебе дадут 7 лет. Если крадешь вагонами, тебе ничего не будет. Так и у нас. У нас есть этот сентимент, чувство безнаказанности. Поэтому за 30 лет дайте мне один пример, когда судья, прокурор, чиновник, министр, депутат за что-то ответил. А мы смотрим, что у них за имущество, то поверьте мне, за зарплату чиновника такое себе не позволишь. Мы должны дать четкий месседж всем госслужащим, особенно тем, кто занимает высокие поста, что все, без наказанности больше не будет. А для этого нужно, конечно, менять руководство многих институтов и дать четкий месседж. По примеру, не знаю, той же Румынии. В 2007 году там началась реформа юстиции. Тоже был хаос, как и у нас. Многие не верили. Но и политический месседж, и месседж правоохранительного органа был таков. Мы знаем, что творилось до этого, но после этого все. Нельзя красть. Если будете красть, будете сидеть в тюрьме. И четкий месседж. Я понимаю политическую риторику, когда мы говорим о госслужащих или конфискации. Но, чтобы быть корректными, не все госслужащие, не все госслужащих можно оставить под одну людейку. Есть институции, которые даже вообще не имеют контакт с людьми. То есть, если мы говорим о Министерстве иностранных дел, например. Но говорят, что там абсолютно спокойно продаются места послов. Ну, вот первый раз слышу об этом. Но есть агентства, которые ежедневно в контакте с людьми, они предоставляют услуги. И там может быть возможность коррупции. Когда мы говорим о госслужащих. Господин Кадриан, мы опять же вернемся в премарию. И это и к вам, господин Суркан, вопрос. Вы вправду верите, что можно побороть коррупцию, когда у людей зарплата 2-3 тысячи лей? Приведите мне пример, у кого 2-3 тысячи лей? Ну, есть у нас достаточно много чиновников, которые имеют зарплату 4 тысячи лей, 5 тысячи лей. 7-8. Ну, это уже хорошие чиновники. Нет, не обязательно. 7-8 тысячи лей. 5,5-5,6,5-7,5. Ну, опять же, с коррупцией... Как за человек может взять у полицейского зарплата около 8-8 тысяч лей? Вы говорили о реформе юстиции. В 2013 году Молдове было дано 60 миллионов евро на реформу юстиции. Ну, мы их спокойно освоили. 30 миллионов спокойно освоили. И все политические партии, которые и сейчас в парламенте были там и есть сейчас. И кто сейчас больше всего говорит о реформе юстиции? Те же политические партии. А 30 миллионов освоились? А сколько сотен миллионов было дано на реформу прокуратуры, на реформу ЧНИА? У нас такое мнение, что насколько больше говоришь о коррупции, тем больше она растет. Потому что миллиарды не крались, когда не было ЧНИА. Не замерить. Вы говорите о мэрии. В мэрии как мы боролись с системной коррупцией, коррупцией системикой? Через электронные платформы. Когда мы записывали детей в детский садик или в первый класс. Можно выходить и кричать, что все берут деньги. А можно просто за 7 минут зарегистрировать ребенка в детский садик, и это уже намного легче. Поэтому вы отменили М-тендер, когда были исполняющие обязанности. Там была сумма 80 тысяч и 20 тысяч. Никто не отменял М-тендер. Но, господа, вы верите, что на самом деле, когда чиновник... Я помню один случай, когда одного из судей попытались привлечь к уголовной ответственности из-за того, что его расходы немножечко превысили в десятки раз, чем его доходы. И я помню реакцию одного чиновника, когда я с ним общался по этому поводу. Он говорит, ну как, ну все так живут. Ну вот как можно привлечь человека за это? Это было полное недоумение. Ну вся страна так живет. Смотрите, у нас как-то замкнутый круг. У нас зарплата маленькая, потому что все знают, что коррупция, потому что крадут деньги. А как не брать деньги, чиновник, у которого зарплата 5600 лев, да? Нужно выходить из этого замкнутого круга. В Румынии. Я, ну и не только Румынии. Много стран, в которых тоже была коррупция, тоже они были в прочестии, в золотаре. В развитии. В развитии. Они как-то вышли из этого замкнутого круга. Люди поверили, что у них будут хорошие зарплаты. Им не нужно будет брать взятку, если будет хорошая зарплата. Чтобы была хорошая зарплата, нужно бороться с коррупцией. Нужно, чтобы некоторые люди не брали эти взятки. И смотрите, у нас есть, если измерять, есть большие чиновники, которые берут большие взятки. Есть маленькие чиновники, которые, наверное, берут взятки поменьше. Есть и, конечно, очень много. Но это не... Если мы говорим о коррумпированных чиновниках, это не большая масса. Если мы говорим вот про те же судьи и прокуроров, не все судьи и прокуроры коррумпированы. Есть пару людей, которые берут эти взятки и портят весь систему. Но у вас очень позитивные прогнозы. Были же повышены зарплаты судьям. И говорят, что ничего это не решило. Может, неправильный приоритет ставится? Почему не учителям, почему не медработникам? Медработникам повысили. Сразу пошли на судей, ничего не изменилось. Потому что считалось, что если у судей будет хорошая зарплата, они перестанут брать взятки, у нас начнется нормальная юстиция. Слушайте, эта история ровно вот про то, что сказал господин Кадриану про гранты, что выделялись сумасшедшие деньги. Так надо объяснять же, на что эти деньги. Там же процентов 70-80 от этого гранта предусмотрено на то, чтобы при вас приезжают и обучают. Приезжают те же европейские чиновники, которые дали этот грант. Тратится грант на то, чтобы они приехали, на то, чтобы их заселить, на то, чтобы их погулять, на то, чтобы покормить, кофе-брейки, одно другое, собрать консилиумы на телевидении, рассказать, что мы работаем над этим. И вот это из 100 миллионов, где-то миллионов в 70 уходят на то, чтобы рассказать, как они работают. А на саму работу... Вы утрируете, господин Кадриан. Которые были обучены, приходят новые. Вот так мы по кругу и крутимся. Если мы не умеем учиться, это не значит, что проблема... Вопрос не в учиться. Тут это системная, абсолютно правильно Дина сказала, это системная проблема, которая... Не обязательно, что все люди берут взятки. Мы не говорим о том, что все полицейские берут взятки. Вы сказали про людей, которые работают в полиции. В полиции прекрасные есть люди, отличные кадры. Люди, которые жизни, с молодости... Очень много молодых ребят, которые там работают, как молодых ребят, до 35, которые... Им это нравится, они это делают. Понятно, что зарплаты, которые, они растут, потому что они... И я, на мой взгляд, человек, который приходит работать на какую-то госслужбу, он должен понимать, что это не частный сектор. Он не будет получать здесь огромные деньги со старта. Он должен получать... Да, но вы понимаете, что изначально огромное количество молодежи, которые идут на госслужбу, оно идёт заведомо, зная, что им помимо зарплаты что-то ещё будет. Я учился на докторантуре и преподавал в университете, когда учился. Я тогда жил на съёмной квартире. 1700 лей прекрасно проживал в месяц. Прекрасно проживал в месяц. Очень тяжело, если честно, но проживал. И были лучшие времена. Я к тому, что если ты хочешь чего-то добиться, я не говорю, что это круто, так надо делать, давайте понизим заплату. Но на 5000 лей человек, когда идёт на какую-то госслужбу, на мой взгляд, это не очень плохо. Это не какие-то супер большие деньги. Это действительно, может быть, на 6000 лей на человека не хватает. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если мы убираем сейчас историю, связанную, если человек живёт на съёмной квартире, зачастую он живёт не один, то можно распределить свой бюджет и можно жить. Я так согласен. На 5000, наверное, 6000-7000 лей можно прожить, если у тебя нет семьи. Если ты только... Нет, я же говорю про одного. Я говорю про одного. Господа, давайте про семью. Почему, когда мы говорим про госслужбу, сразу говорим про деньги? Есть и другие мотивационные для госслужащего. Я понимаю, что сейчас уже непрестижно работать в госслужбе. Но раньше было очень престижно работать в госканцелярии, в Министерстве экономики, в Министерстве иностранных дел. Сейчас вот как-то всё это снизился престиж. А люди ходили работать на эти службы в госслужбе для престижа. Не ради денег. Зарплаты были намного меньше. Правильно, потому что люди знали, господин Кадриану, что они, когда это было престижно, не любят об этом очень говорить, когда во времена, когда я говорил, что была стабильность. Люди, когда работали в министерствах, и вы, насколько я знаю, тоже работали в министерстве, когда вы были чиновником, вы же понимали, что вы идёте по то, что вы хотите. Вы знали, что завтра вас не уволят по какой-то дурацкой причине. Потому что вы там лайкнули чей-то... Ну ладно, тогда не было соцсетей. Что вы там лайкнули чей-то пост, или вы там что-то, какое-то мнение диаметрально противоположное от вашего руководства. Абсолютно другие. Сейчас, я говорю, у нас сейчас что творится в стране, это охота на ведьм. Одни тыкают, пас рассказывают, что люди с одной стороны хорошие, с другой стороны плохие. Диаспора хорошо, а те, кто с другой стороны, с Приднестровья, это очень плохо. Россия, вообще я молчу. И вот сами раздирают людей. Понимаете, что сейчас... Господин Сыркан, это обоюдно. Нужно признавать, что это собой страну. Но давайте вернёмся к текущей ситуации, которая у нас происходит, а именно к избирательному процессу. На днях один из ваших оппонентов заявил, что в ближайшее время, сразу же после выборов, партию по СРМ покинет господин Додон и господин Цирдя. И партия обновится и в том составе уже будет готова работать вместе с пасом. Насколько это реально? Откуда вообще такие слухи берутся? Вы про ткачука говорите, что ли? Не-не-не. Не хочу называть имена. Слушайте, сейчас очень мне нравятся всегда люди, которые занимаются, я даже не знаю, как это называется, цирковыми выступлениями, которые выходят в лайф. Я не хочу тоже, как вы говорите, называть фамилию этих людей, которые выходят в лайф в соцсетях и начинают ванговать. И рассказывать о том, что завтра выйдет этот, послезавтра выйдет вот тот, а я знаю точно, у нас столько процентов, у нас будет столько. Никто никуда не выходит. Никто никуда не собирается выходить. Более того, Игорь Додон, председатель партии социалистов. Богдан Цирдя в списке депутатов. И депутатам два созыва было, и вот третий тоже, я уверен, будет. Заниматься сейчас вот этой вот, я не знаю даже, как это комментировать. Люди, которые говорят подобные вещи, у них, у самих, рыльца очень сильно в пушку. Но многие просто заявляют, что скандалы, связанные с председателем вашей партии, очерняют и саму партию. И что, скажем, уход этого человека на самом деле проведет какое-то реформирование самой партии и поднимет ее в рейтинг. Михаил, это личное мнение того человека, который об этом говорит. Я считаю, что, например, мое личное мнение, что люди, которые говорят вот подобного рода заявления делают, они очерняют сам их себя. И что делать теперь? Это лично человек, и к сожалению или к счастью, человек имеет право на, в нынешнем век технологий, он может давать разные оценки происходящим вокруг него, писать об этом целый статус, записывать лайвы. Возможно, если повезет, записывать лайвы не только из своего дома на берегу озера, например. Может записывать лайвы где-то в другом месте, если повезет. Дай бог, правосудие восторжествует. Я не думаю, что это стоит того, чтобы комментировать человека, который по вечерам отдыхает и выходит в лайв. Господин Кадриан, мне сложно вас не ассоциировать с примарией. Я вижу. Я не знаю, почему. Мне вас тоже. Мы бывшие коллеги, поэтому я хотел вас спросить. Сегодняшний скандал в примарии. Это с увольнением господина Керонды с поста вице-примаря. Это политический ход или это все-таки обусловлено какими-то внутренними проблемами между мэром и вице-мэром? На ваш взгляд. Спасибо, господин Багас. Я не думаю, что это обусловлено только одним каким-то событием, как отель национали и так далее. Я думаю, что к этому шлось. Я рекомендовал господину вице-мэру выходить чаще с конференции и говорить о результатах конкретных, что он успел сделать за полтора года. Я ожидал, что это будет раньше, если вы меня спросите. А раньше что? Его добровольный уход или его снятие с должности? Снятие. Его снятие, я думал, это будет через год. Поэтому я ему и рекомендовал. Чаще делать пресс-конференции, чаще выходить к людям и говорить конкретные результаты, конкретные шаги, конкретные объекты, которые он успел сделать, если успел сделать. Для меня это было предвидено. То есть, когда уже началась эта вся вспышка сообщения между мэром и вице-мэром по Фейсбуку, переписка, то для меня было ясно, что там уже нет места диалогу, никакому диалогу и просто идут уже блокаж конкретных действий одного или другого человека. А то, что это произошло буквально на кону выборов, имеет какой-то, на ваш взгляд, политический аспект? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это никак не связано с предвыборной кампанией. Я не вижу, что кто-то бы выиграл от этого или кто-то бы что-то потерял, кроме позиции. То есть, я не вижу никакой политической подоплеки, основанной на этом. Дина, я не хочу как-то уменьшать ваши шансы до партии, но опросы, есть опросы, и они показывают определенную цифру, которая вам не позволяет вашей партии пройти в парламент. С другой стороны, Пеледеме, либерално-демократическая партия, предложила другим проевропейским партиям отказаться от участия в выборах в пользу ПАСа. Поступали ли вам такие предложения от ПАСа, чтобы платформа отказалась от участия и обещания в будущем, что вы будете участвовать в формировании правительства или ваши члены будут частью будущего правительства? Нет, потому что и ПАС, и платформа у нас есть доступ к нормальным соцопросам, мы видим политические ситуации, а те, кто выходит с 3, с 3-мя соцопросами за неделю, понимаете, что это нарисовано, и вообще у нас очень большой бардак с этими соцопросами, потому что они очень часто, особенно в предвыборной кампании, используются как манипуляции, у кого есть шанс, у кого нет шансов и так далее. Последний соцопрос, который был сделан очень респектабельным институтом ИРАИ, International Republic Institute, показывает нас проходящий в следующий парламент, у нас есть много человеческого ресурса, у нас 70 мэров где-то за 500 локальных советников, советников, и так далее. у нас есть еще большой потенциал, сила, мы делаем хорошие Но такие предложения поступали от ПАСа, чтобы вы отказались от своего участия, даже по самым худшим расчетам, 2-3% вы набираете, и эти 2-3% могут оказаться решающими для ПАСа. Ну и конечно, у нас были беседы с правоевропейскими партиями, мы хотели создать блок электоральный на примере того, что было блока КУМ. У всех политических партий, конечно, есть собственные амбиции и так далее. К сожалению, получилось соединение. Мы хотели собрать все самое лучшее. У нас маленькая страна, не очень много людей, есть хорошие люди во всех партиях, надо использовать этот ресурс. Есть, конечно, и плохие люди во всех партиях, но есть много хороших людей во всех партиях. Почему не собраться все самые лучшие? А как вы определите, это хороший человек или нехороший? Смотрите, есть много принципов. У ПАСа фильтры иногда отдают сбой. Хотя они говорили, что у них идеальный фильтр и все кандидат. У нас 10 депутатов в парламенте платформы да. Эти 10 депутатов по официально статистике парламента работали самые больше. Наши депутаты известны. Кто не знает Александра Сулцаря, кто не знает Инга Григориев, Ливи Вовка. Они работали, их люди знаем. Когда идем на встречу с избирателем, нам очень легко дается разговор, потому что люди нас видели, люди знают, что мы работали, люди знают, что мы кладали не только желание что-то изменить, но усердно. Если вернуться опять же к цифрам. Я абсолютно согласен, потому что я смотрел результативность. На самом деле представители вашей партии имеют самые большие результаты по законопроектам. С другой стороны, вы были одни из первых, кто вышел на площадь. Вы с молодежью персонально. Почему так происходит, что на сегодняшний день вы де-факто остались как-то за бортом. И люди далеко не оценивают, потому что если вы пойдете в сел и спросите, знают ли они, сколько законопроектов зарегистрировал Динут НГО или Ливио, я думаю, они этого не узнали. Много людей прекрасно информировано, они же видели, они живут в этой стране, они же видели, кто был активнее в парламенте. И люди особенно сейчас очень смотрят политические передачи и так далее. Вот то, что делают социальные опросы, они поларизируют наше общество на две части. Я вам задам по-другому вопрос, потому что вчера Игорь Гроссу заявил о том, что у них уже есть формированное правительство, они где-то частично понимают, что им не хватит людей, и эти люди возьмут у вас в партию. Премьера, наверное. Конечно, многие, потому что у нас команда очень профессиональная. а почему тогда не пойти по пути, допустим, откажитесь от выборов, его будут? И я поэтому говорю людей. Конечно, на предвыборной кампании все говорят обещания. Вы смотрите на дела всех участников этой предвыборной кампании. Не голосуйте только за цвета политические, голосуйте за людей, потому что в парламент идет не лидер партии, не идет, не знаю, там, идут люди. Я давал примеры, как всего лишь один депутат может делать очень-очень много плохого для страны. Я помню, там один депутат парламента зарегистрировал законопроект, который мог там вся из-за контрабаны там некоторый бизнес, он мог прижубить часы. Нанести ущерб. Нанести огромнейший ущерб национальному бюджету. И вы представьте, вот, видим, очень много партий, людей, которые, старые люди, которые мы всегда обвиняли. 67% из всех кандидатов являются люди пенсионного возраста. Многих людей, которые, все знают, что они участвовали в краже, например, в краже миллиарды, что они служили к лохотнику. Сейчас как будто они чистенькие, в другой партии смелили цвета. Господин Кадряда, у нас остается просто очень мало времени, но вы шли на выборы с фразой «Вы не разочаруете электорат». Да. Но люди почему-то голосуют, в том числе и со слов Дину, люди продолжают голосовать за тех, которые зачаровывают. Почему это происходит? Вы знаете, я никогда не сидел между двумя депутатами. Загадывайте желание. Я очень полещён, и двое моих коллег из студии всё говорят о политической воле. Я знаю, что я сегодня гость программы, и не могу задавать вопросы. Но, может, после программы я всё-таки спрошу, вот два депутата, которые были в парламенте, у вас представители, которые были в трёх или в четырёх мандатах депутатами. И вот мы всё говорим, что как плохо, всё плохо, и всё хуже, и хуже. А что такое политическая воля, почему её нет, и почему вот вы говорите, что всё хуже и хуже, хотя у вас в списках есть депутаты, которые были в три или четыре раза депутатами. Я, как новый, как новая политическая партия, мне это сложно понять, почему есть. Партия может быть новая. И вы очень хорошо знаете, какие проблемы, реальные проблемы людей. Но как-то почему-то они не решаются. Господин Катерянов, здесь это путь в никуда, то, что вы сейчас говорите, потому что, может быть, партия новая, я не спорю, но вы-то человек из системы, вы же сами скажете, из 2003 года. Осталось, если можно коротко. Система, я имею в виду как система чиновничьего, вы же знаете, как это всё работает. Я хочу, если можно, финально, быстро очень. Если мы будем, до того момента, давайте так, пока мы будем думать о том, что мы ничего не можем изменить, я говорю про людей, о том, что ладно, я за них пойду, потому что у меня сосед идёт за них. Нет, надо садиться и смотреть, что предлагают люди, то, что Дина говорит. Что предлагают люди у каждого, что написано в программе. Когда люди научатся читать программу и голосовать за дела, а не за разговоры, тогда, мне кажется, у нас есть шанс на то, чтобы из этой ямы выйти. Вот мы дела показали. Господа, к сожалению, в наше время подошло к концу, но я думаю, что счастье настанет у нас, когда люди не только начнут читать программу, но и политики после выборов научатся читать то, что они написали и начнут это воплощать в жизнь. Это была программа «Неформат» и я ведущий Багас Михаил. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова